Всем большой привет! Мы с вами не виделись. Целую неделю я пропустила неделю съемок. Честно говоря, у меня не было никакого настроения. И причиной всего, конечно же, был вот этот вот кардиган. Я решила даже достать вторую часть. У меня есть две правых полочки. Короче говоря, я не помню, я вам говорила в прошлом влоге или нет, что было с ним. Наверное, в общем, давайте я повторю, да, что я довязала эту полочку. Право, я ее постирала. И получается, что она слишком узкая. Да, точно, я вам про нее рассказывала. Ну и, в общем, понятно, что мне предстояло все это дело перевязывать, пересчитывать. На самом деле, это вот очень тяжело, потому что, знаете, такое ощущение, что ты вообще, ну, реально полный рукожоп, ты не можешь это сделать. Хотя у тебя вроде там какое-то описание вроде есть, и вроде ты и в программе что-то рассчитал. Тем не менее, у тебя ничего не получается. Я посчитала плотность по вот, собственно, этой уже полочке, по такому большому образцу, который уже после стирки. По факту полотно растянулось совсем на чуть-чуть, и плотность другая, чем в образце. То есть, получается, в образце, скорее всего, я взяла более расслабленную, и плотность совершенно другая. И на основании новых уже вот этих расчетов я сделала расчет на мнимассине, и снова и доверилась, потому что мне девочки выписали, что там и можно выкройку построить, и все это просчитать, и все... Наверное, во мне играет какая-то лень все-таки. Ну и просто я не знаю, какую еще причину найти в построении этих выкройек. Во-первых, это нужно... Сейчас я буду тысячу причин, да, называть. Нужна большая какая-то бумага, на чем это все рисовать. Во-вторых, все эти мерки снимать. То есть, как я понимаю, для того, чтобы выкройку построить, ведь это нужно не просто там как-то вот мерки, это нужно все просчитывать. Я просто имела опыт построения выкройек в детстве, знаете. У нас дома была такая большая книжка домоводства, где было все на свете, да. И там вот было в том числе учили, как строить выкройки на что-то. И я помню, что я выкройки эти строила и на юбки, и на что-то там еще. То есть я примерно представляю, вот как это все там надо чертить. Какой-то есть у меня такой навык небольшой. Но делать это вот с этим вот кардиганом у меня причет вообще нет никакого желания. Потому что то, что мне в голову приходит, я построю эту выкройку. Но смысл в этой выкройке, если я не могу к ней прикладывать. То есть только просчитывать опять же по этой выкройке петли. То есть просто вот тут сантиметров столько, сколько должно быть там петель. Тут сантиметров сколько, столько должно быть петель. Короче, ну вот этот вариант для меня не рассматривается по строению выкройек. Поэтому, учитывая плотность, которая получилась на этом большом образце, я прошла на мнимасину. И с учетом этой плотности еще раз сделала расчет. И он по петлям, вот по данным, которые я представляю, то есть сколько полочек должна быть в ширину, сколько спинка должна быть в ширину, сколько должно быть рядов, высоту я уже примерно поняла, да. То есть, потому что этот образец у меня получился, я его связала гораздо больше в высоту, чтобы мне получить нужную. И на основании вот таких вот маленьких каких-то пунктиков, я поняла, что вроде вот этот расчет должен подойти. То есть вроде должно быть все как бы окей. Что-то я сравнивала с описанием. Вот в описании тоже должны, даны, как назвать-то, боже мой, память моя и слова мои. То есть там нарисована схема. Вот схема спинки, схема полочки, схема рукава. И по размерам указано, сколько сантиметров где. Или там сколько петель где должно остаться. И ориентируясь на те размеры, то есть там тоже же размеры представлены только там буквой S, M, L, XL и 2XL. И я искала на сайте парижанки, какая же размерная сетка у этого Филдара. То есть это с журнала Филдар перевод. Какая у него размерная сетка, под какой вот. То есть я поняла, что это либо... В каком-то варианте вообще получался M, в каком-то варианте это L. И я рассчитывала примерно на L и даже, возможно, чуть больше. То есть по ширине на L нормально подходило. Все, проблема была в рукаве. То есть рукав там на L надо набирать 33 сантиметра вот так. Это очень много. Это петель практически как вот на полочку. То есть нет даже больше. Даже больше петель, чем на полочку. Вот на эту. То есть рукав получался широкий вот здесь в манжете очень. Я подумала, что ну это наверное как-то не очень. И в общем оставила, так как на мне массине там меньше. Короче. Болтаю опять, ну ни о чем. Доверяясь опять расчету на мне массине, я сделала набор. Единственное, что я при наборе все-таки прибавила, с учетом узора, 4 еще петли. То есть мне нужно было набрать 87 петель, я набрала 91. Ну и получается, учитывая вот эти 4 петли лишних, у меня по-другому сделался скос плеча. То есть не по 4 петли надо было закрывать, а я закрывала по 5-5-5, и последняя была 3. Ну, в общем. Значит, что у меня вот получается. То есть я по-другому расположила узоры. Это уже теперь была моя абсолютная отсебятина, никаким образом не полагающаяся на самоописание. То есть я взяла только вот, да, у меня есть такие косы, есть вот такая коса, снова простая, есть ромб, и вот здесь такое расположение. У меня сначала были сомнения делать вот этот край серединой, либо вот этот край. Все-таки решили мы оставить вот этот. Значит, что я еще сделала? Я прикинула так, чтобы вот эта полоса у меня дошла до плеча. То есть я ее расположила так, косы вот эти по бокам расположила так, чтобы в процессе убавок они у меня ушли, но не дошли до, собственно, вот этой вот желтой штуки. Поэтому коса вот эта идет до самого плеча и закрывается вот здесь на плече. Даже, видите, новый ромбик начинается. Я его тут закрывала. В общем, тут куча ниток и одних, и вторых. Вот, примерили нам уже вчера, прикинули. Все хорошо. Не думаю, что он сильно потянется в высоту. Ну, то есть меня главное, знаете, что маленько смущало. Да, я сделала на два ряда короче вот здесь. Я начала чуть раньше делать скос плеча, потому что я боялась, что вот эта вот высота проймы слишком большая. Ну, буквально два ряда я убавила. Но нормально. То есть мне не хотелось, чтобы подмышкой прям сильно болталась. Почему-то мне казалось, что именно так получится. Вот это вот скос у нас идет. Вот так. Ну, в общем, мне, конечно, пройма большевата. Это очень даже мужу, понятное дело, больше меня. И ему лучше. Поширеннее вроде тоже все окей. По длине вроде тоже все нормально. Главное, чтобы она не растянулась сильно после стирки под своим весом. Потому что это, конечно, будет тяжеленько. Я, кстати, не взвешивала, сколько одна полочка. Сейчас я схожу и взвешиваю. У меня получилась полочка 175 грамм. То есть это фактически три мотка и чуть больше на одну полочку. У меня всего 20 мотков. Только синего 20. Да, только синего у меня 20. Еще 5 желтых. Ну, то есть мне по-любому хватит. Три мотка, три мотка. 6, ну пусть будет 7. Сзади тоже 7. 14. На рукав по 3. Плюс еще 6. 20. Вместе. Хотя, кстати. Наверное, может синего не хватить. Будет засада. Ну ладно, будем надеяться на лучшее, честно говоря. Это такие, конечно, примерные, примерные счеты. Но у меня ощущение, что на рукав, наверное, столько же, сколько на полочку уйдет. Вот. Ладно. Значит, я связала это за 4 дня. То есть у меня прям было, знаете, такое. Я ничего не могла делать. Не в Инстаграме ничего, не просто писать. Только так вот пролистывала. Никакие там писать статьи на сайт. Ни в ВКонтакте ничего не делать. Ни в Интересте ничего не делать. Хотя, ну, мне же надо все это как-то, так сказать, переводить в порядок, да. Все это двигать свою эту... Двигать свою, начни вязать. Но было не до этого совершенно. У меня вот хорошо на прошлом деле было подготовлено еще видео на эту субботу, урок. И я ее только смонтировала и закинула. Вот. И, короче, 4 дня я просто не разгибаясь это вязала. Можно сказать, что не по многу. В принципе, я вязала не так долго. Но я хотела до выходных закончить. Вот прям, она покоя мне не давала. И я осталась вязать, вязать, вязать. Быстро не повяжешь, потому что контролируется каждая петля. Контролирую очень сильно натяжение. У меня даже, знаете, в чем прикол? У меня деревянные спицы, которыми я вяжу, нет про... У меня на правой спице, которой я в итоге провязываю все косы. Вот и все, она основная. У меня ощущение, что она после вязания у меня, в общем, крякнет совсем. То есть мне придется их менять, потому что, во-первых, у нее очень стерся кончик. То есть вот это вот покрытие, оно точно уже все стерлось. Потому что я очень часто ей, когда подхватываю петли, очень часто она трется в другую спицу. Достаточно жестко трется. И ощущение, что на самом кончике уже, вот даже, знаете, красочка так маленечко отошла. То есть как будто такой скол небольшой. И видно, что спица такая шершавенькая становится. То есть она реально работает просто на убой. Вот. И, конечно же, за счет такого плотного вязания очень болят руки. И ты, в принципе, такой сидишь весь напряженный. Но здесь расслабленное вязание просто не получится. Иначе потеряется вся плотность. А мне нужно, чтобы все это было плотненько. Так. Это я еще не стирала. И подозреваю, пока стирать не буду. Скорее всего, я сейчас возьму за вторую полочку. И пока у меня вот руки помнят натяжение, все это я буду вязать. Но для меня 4 дня это очень тяжело. Это очень тяжело связать такой объем, такие постоянные косые переплетения. Я даже, знаете, стала вязать косые с использованием все-таки дополнительной спицы. Потому что переставлять петли, то есть, знаете, переставить при такой плотности вязания и при такой крутке нитки, это очень сложно. Потому что нитка, это BBB Full, она же вот скручена из-за множества-множества тоненьких. И когда ты просто пытаешься петли переставить, ты потом не можешь все их подхватить какая-нибудь все равно куда-нибудь у тебя убегает. Это, конечно, вообще не нужно. Поэтому я вяжу с дополнительной спицей, с маленькой, с маленькой, зинк маленький, коротенький. Вот. Короче, вот такие вот дела на сегодня, на понедельник. В общем, начинаем новый влог. У нас прекрасная морозная погода, кстати. По-моему, уже с этого дня начинается потепление. То есть, ну, уже не 30 хотя бы там с лишним по ночам. В районе 20, что уже лучше. На улице очень солнечно. Прям так глазам непривычно, что слепят из окошка. Так что сегодня я хотя бы полдня от вязания отдыхаю. Но, кстати, мне нужно все-таки начать. Я вот ощущаю необходимость все-таки смены какой-то немножко. Все-таки второй носок дочки начать и довязать его. Плюс у меня еще как минимум одни носки тоже сейчас должны быть в планах. Но в планах, не знаю. Вот. В общем, муж прям такой, типа, к марту ты мне свяжешь. Нет, я не свяжу. И мне от этого так стрёмно внутри. Потому что, если для себя, то ладно. Там не успела и все. А когда он просит так внезапно. И вот надо. Вот я, конечно, тянула. Очень много времени тянула. Ведь я могла начать в прошлом году еще вязать. Ну, вот. Не знаю. Все делается в свое время. Значит, так надо. Сегодня что я еще решила себе. Пока тут. Ну, вот такие бывают. Когда вроде одно еще делать нельзя. Другое ты уже сделал. Там все пока ребенка еще в школу не проводила. Думаю, что поделать. Вот я, короче, начала. Значит, у меня это табочка отдельная, которая вот к моему проекту начни вязать. Все это относится. И я решила себе, знаете, что сделать? Контент план. Дожилась. В общем, я решила, что... Ну, я примерно теперь представляю, как вести инстаграм свой начни вязать который. И у меня будет три блока. Это блок, ну, как три колонки, да. И мне хочется вот прям устроить такие вертикальные линии в одной колонке. У меня идет какое-то маленькое видео. Это какое-то превью ролика на канале, да. То есть, такая... Вырезанные кусочки, чтобы понять из того, что в полноценном мастер-классе на канале находится. Возможно, еще туда же будут просто какие-то видео. Такие вот уже, знаете, непосредственно информация в них. И не надо переходить на канал. И другая колонка у меня. Это обложки от видео с канала. То есть, ну, вот непосредственно сама обложечка, которая на ютюбе находится. Информативная, да. Она про нее аж... Какое-то видео она характеризует. И я это все описываю. Третья колонка. Это будет какое-то фото. Фото, которое относится к... Какому-то мастер-классу. Или фото, под которым, допустим, я могу показать, как узор этот выглядит в готовой работе, допустим. Или там же, скорее всего, будут фото, которые, допустим, фото пряжи и рассказывают про пряжу. То есть, это повод какой-то еще информативная какая-то штука. И вообще, вот сейчас у меня есть такое вот объединение трех колонок. И сейчас, на самом деле, очень бывает сложно сориентироваться. То есть, ты открываешь, и так, а что бы мне сегодня запустить, и начинаешь листать. У меня перекинуты на телефон 170 чем-то заставочек с ютюба. То есть, 176 видео у меня где-то на ютюбе. На канале начнем я не знаю. И вот их пролистываю, да, я что-то выбираю. Что бы мне сегодня запустить. И, конечно, это не вариант. Тут надо однозначно действовать структурно. То есть, быстро и все как надо. Поэтому я себе расписала, прям вот на каждый день расписала, на февраль, что в день должно быть какое-то видео, в день должен быть какой-то пост из того, что есть. Либо пост видео, либо пост обложка, либо пост фото. И что-то еще должно быть в сториз. И вот я сейчас сижу и прописываю себе каждый день, что в этот день я должна сделать. То есть, сейчас, когда вот я вот в это села, да, я понимаю, что вот это вот я вот там, это я сделала, это я сделала. Это как-то, ну, проще вот сесть, это все сделать за раз. Когда ты понимаешь, что там, вот там, ты тогда фото такое выложил, там через несколько постов можно сделать видео на эту же тему, да. Вот, чтобы оно как-то перекликалось, не шло все подряд одной темой. И, тем не менее, вот как-то было интересно. И, короче, я сейчас сижу, прописываю все это. Ну, вот, до 24-го я прописала все посты. И, соответственно, уже, когда будет там день за день до этого, уже пытаться что-то это подготовить, какое-то видео нарезать, там, или еще что-то, тоже это требует времени. Короче, пытаюсь себя, как-то сказать, организовать, чтобы все это было гораздо проще. У меня сегодня четверг, всем привет. И разложила на столе. Сейчас буду делать большое видео на канал с уроками. Как-то, по-моему, в ВКонтакте, в группе у меня написала одна барышня по поводу того, что сделать обзор спиц, в принципе, там, что для начинающих, что не для начинающих. В общем, я решила сделать такое, да, большое видео достала. Ну, не все, правда, спицы. Много вот одинаковых уже, там, гамовских не стала доставать, дамбоковых. Короче говоря, сейчас сяду, буду снимать это видео с обзором. Спиц, на которых я вяжу, на которых снимаю мастер-классы, которые часто спрашивают, особенно вот эти, а что это у вас за спицы такие. Вот, что для чего, для какой пряжи лучше подходит, для какой работы лучше подходит. Короче говоря, такое вот сейчас будет видео. Да, и, кстати, по ходу дела, да, покажу вам, что я второй носок начала и, фактически, вот уже больше половины провязана. Это, наверное, вот за вечер был и за следующий день половинка, там, дня, как-то, в общем, чуть-чуть повязала, так сказать, отдохнула, потому что, ну, устала после той полочки кардигана. И вчера набрала уже вторую часть полочки. Вот, все распределила петельки, связала резиночку. Буду вязать зеркально. То есть, сейчас, вот как раз я остановилась на месте, когда мне нужно перейти на спицы большего размера и плюс сразу распределить узор. И мне надо будет, скорее всего, все косы я буду вязать в зеркальном отражении. То есть, если правая полочка, они у меня все направо, нет, да, на правой полочке все направо закручивались, то на левой полочке будут на левой закручиваться. Вот, надеюсь не сбиться, потому что сначала думала, может, плюнуть и связать точно так же. Потом подумала, ну, в принципе, я же могу, че уж, че уж, вот так, что буду пытаться это сделать. Всем привет, сегодня суббота. Привет, везенка моя. В общем, больше мне за эту неделю не получилось повязать, потому что там я чего-то повязала маленько. Вот, показывала вам носки, маленько я начала вторую часть полочки. И ты хочешь залезть в кадр? И, в общем говоря, у нас в пятницу вчера был концерт, у нас идет по городу конкурс «Сибирь зажигает звезды». Там, в общем, разные абсолютно номинации. И вчера у нас был танцевальный конкурс. Ева, перестань. Мы выступали от школы искусства с танцем. День ушел вчера на это. А сегодня мы выступаем от музыкальной школы и будем петь. Короче, у нас концертные выступления сплошные. Так что сейчас поедем. Я думаю, на этом я буду прощаться. Возможно, в конце оставлю вам какие-то кусочки с наших выступлений. Вот, влог получился не очень большой, не очень визуальный. Так что всем пока. Пока! Кофе хочу! Кофе хочу! Мы приехали очень рано, поэтому будем с Ивой сейчас гулять по школе искусств. Очень крутой. У нас совсем не такая. У нас маленькая, а это очень-очень большая. На три этажа, по-моему, минимум. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok